Вы выполнили своё назначение, вам осталось лишь принять дар смерти, тьму, за пределом ваших последних дней. Да, это будет непросто. Итак, ты на месте. Перед лицом главного босса рейда Клятва Послушника, Рулка. Этот босс был одним из самых сложных в режиме контест на первых часах после релиза рейда из-за его ваншотающих атак. Теперь же бой с ним дастся тебе куда проще, если заранее подготовиться и хорошенько изучить все нужные механики и взять правильное снаряжение. И я готов поделиться с тобой своим опытом закрытия этого этапа. А опыта у меня на нём уж, поверь, больше, чем я бы того даже хотел. Но сначала небольшое сообщение от спонсора сегодняшнего видео, проверенного сервиса двинг.нет, который отлично подойдёт тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит своё время и нервы. На сайте ты найдёшь массу предложений по помощи в завершении сложного квеста, триумфа, прохождение рейда, получение заветного экзота и, конечно же, в освоении контента дополнение Королева-Ведьма. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появилось много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на двинг есть всё, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TRIPLEWIPE мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну ещё бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Что ж, давай начну с того, какое снаряжение мы используем в нашей команде. Я не говорю, что тебе обязательно нужно брать именно эти пушки, но мы чувствовали себя с ними комфортно и наносили необходимое количество урона. Винтовка бремя и дзанаги, линейно-плазменные винтовки с перками на урон и дозарядку вроде тройного выстрела и линии огня. Любые снайперки тоже подойдут в идеале, также с перками на продолжительное ведение огня по криту цели. Также понадобится оружие для быстрой зачистки мелких мобов и отстрела нужных реликов. С этим лучше всего справляются пистолеты-пулемёты. Ну и самое главное оружие, которое должно быть у одного игрока в вашей команде. Божественность. Лучевая винтовка, рейда, сад спасения. Позже расскажу, почему она так важна. Кроме оружия, мне много раз спасали жизнь модификаторы на защиту от солнечного и электрического урона. В текущем сезоне такие моды сочетаются за один и их можно взять из артефакта. В будущем придётся выбирать что-то одно, скорее всего. Ведь тебе также полезно использовать будет модификатор на увеличенные резервы для того вида оружия, с которым ты собираешься наносить урон по боссу. Теперь к механике этапа. Условно весь этап можно разделить на три части. Подготовительная фаза, фаза снятия щита с босса и фаза урона по нему. Вот так по порядку и пойдём. Для подготовительной фазы вам необходимо снова разделиться на три пары. Одна пара игроков будет держать новый баф, Иссушающая сила называется, и передавать его между собой. Вторая пара будет получать этот баф и зарядив его, вносить в нужные тотемы. Третья пара игроков – координационная. Она сообщает игрокам с бафом, в какой именно тотем нужно заносить баф, а также эти игроки занимаются чисткой локации от мобов. В начале этапа слева и справа появятся два глифохранителя, которых нужно как можно скорее убить, чтобы вы могли видеть символы. Один набор символов может увидеть только игрок с бафом, так что механика примерно как на этапе с пробежкой и реликами. Один набор символов называет игрок без бафа, другой набор символов называет игрок под бафом. И из этого они определяют один общий. Теперь вам нужно будет выполнить самую сложную часть этого этапа – удержать Иссушающую силу. После выстрела в центральный кристалл и получения Иссушающей силы, в воздухе слева и справа появятся два небольших кристалла. Когда игрок с бафом Иссушающая сила встанет на среднюю пластину, а два игрока выстрелят в меньшие кристаллы по бокам, сила перейдет к этим двум новым игрокам. Идеальный вариант – это два игрока, которые будут обмениваться Иссушающей силой между собой, и два игрока, которые будут получать Иссушающую силу и заряжая ее вносить в нужные тотемы. Так, сейчас будет сложно, но я потом постараюсь максимально объяснить. Например, игрок А будет передавать Иссушающую силу игроку Б и игроку С. Игрок Б будет передавать этот баф игроку А и игроку Д. Игрок С и Д всегда будут получать эту Иссушающую силу и заряжать его, превращая в эманацию силы. Для этого им нужно будет прыгнуть в луч, которым босс атакует игроков. То есть, если все игроки должны будут прятаться от этого атакующего луча, то игроки с бафом Иссушающей силой, наоборот, должны будут его один раз на себя принять, чтобы зарядить баф. Пока происходит весь этот обмен, третья пара, которая занимается чисткой, должны будут назвать один общий символ, который видят и они, и игроки под бафом. И осмотрев шесть тотемов, расположенных спереди, найти те два из них, на которых есть этот общий символ. И вот туда игроки с заряженными от луча босса бафами должны будут их сдать, после чего сразу же продолжить цепочку удержания и передачи бафа. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет вброшено шесть дебафов, а силовое поле босса не отойдет крайней лестнице. Если в какой-то момент ни у кого нет Иссушающей силы, то вам вновь нужно будет убить двух глифохранителей и отстрелить большой кристалл, повисший в центре. Да-да-да, знаю, голова, наверное, кругом. Представляю, на словах это звучит, мягко говоря, непонятно. Поэтому в этом видео я дальше вставлю полную запись убийства босса, чтобы вы могли посмотреть, как это работает в динамике, с живыми комментариями, в общем, в реальном времени. Ну и опять же, обязательно стоит попробовать самим прилететь на локацию и побегать, понять о чем вообще вещь, так будет гораздо проще, поверьте. После того, как вы справитесь с этой задачей, поднимаетесь на следующую платформу за боссом. Теперь начинается вторая фаза, также с бафами и зарядкой. Во время этого этапа Рулк будет перемещаться по арене, пытаясь ударить вас. Всего у него три вида атаки. Резкий бросок вперед, перед которым на земле подсвечивается направление удара, и именно так от него нужно будет уворачиваться. Вторая атака – разряд силовых лучей в разные стороны, которые тоже сначала будут подсвечены по направлениям, и вам нужно будет просто занять позицию между ними, чтобы не получить урон. Третья атака – ближняя. Мемный пинок стражу под жопу. Довольно опасная атака, несмотря на то, какой смешной она выглядит. Главная задача на этом этапе состоит в том, чтобы выстрелить в глефу Рулка, получить дебаф «Иссушающая сила», зарядить его, также попав под луч, и превратить в эманацию силы, а затем вложить баф в нужный угол комнаты. Итак, игрок, чья очередь будет носить баф, стреляет в глефу босса, тот ее роняет, а на игрока в этот момент вешается баф. Каждый раз, когда глефа Рулка будет отстреляна, она воткнется в землю позади него. В этот же момент на арене появится символ рядом с местом, где находится Рулк. Назовите этот символ игроку с бафом и скажите, в какой угол его заносить. Символы по углам не меняются и расположены следующим образом. Так что выучить 4 бафа довольно просто. Странник, свет, пирамида и тьма. Игроку, получившему баф, нужно будет дождаться атаки босса лучами и попасть под один из них, чтобы получить эманацию силы, и закинуть его после этого в угол, который назвал игрок без бафа. Когда эманация силы будет вброшена в угол, на броне Рулка появится уязвимое светящееся место, которое нужно разбить, чтобы тот снова создал новую глефу, которую также нужно будет отстрелить, и в общем-то повторить весь процесс с бафами до тех пор, пока не будет занесено все 4 символа. Помните, что после каждого внесенного символа, нужно сразу отстреливать слабые места на боссе. Повторив этот процесс 4 раза, вы перейдете к фазе нанесения урона. Босс продолжит двигаться, продолжит атаковать и преследовать игроков, так что не надейтесь стоять на месте в каком-нибудь кладезе и вносить урон в привычном режиме, поскольку все атаки и движения босса довольно стремительные. Проще всего, убить босса будет при наличии в команде одной экзотики, как я говорил в начале, лучевки божественность. Стреляя из нее по боссу, она создает огромный светящийся шар, который будет считаться как один большой крит босса, так что промазать будет ну очень сложно. Спустя какое-то время, босс опустится на одно колено и перестанет быть восприимчивым к урону. Значит вам пора бежать обратно вниз по лестнице и повторять весь процесс этапа с самого начала. Тут кстати советую не прыгать, когда уходите от босса вниз, поскольку в любой момент он скастует отталкивающий щит и если он поймает вас на него в момент прыжка, вы улетите до самого левиафана. А оно вам не надо, этот рейд все же получше будет. Всего же на нанесение урона рулку у вас будет отведено 3 захода, иначе настанет этап ярости и босс убьет всю вашу команду. Когда вы снизите здоровье рулка до последнего кусочка, отмеченного полоской, он начнет двигаться еще быстрее и агрессивнее, а на всю вашу команду повесится дебаф пронизывающая тьма, который будет накапливаться и вам нужно будет добить рулка до того, как это значение дебафа накопится до 10, что в целом не так уж сложно. Что ж, в общем-то это все. Как я и сказал, на слух, без опыта, это все воспринимается очень сложно. Так что далее запись одного полного круга из всех фаз этого этапа со всеми комментариями от моей команды. Плюс на некоторых моментах будет разделение экрана, чтобы вам было лучше видно, что делает та пара игроков, которая держит баф, и что делает та пара игроков, которая этот баф собирает и заносит. Надеюсь, такое наглядное пособие донесет принцип сражения точнее. И что ж, удачи вам на рейде, спасибо за просмотр, не забудь поставить лайк и написать в комментариях, как тебе финальный босс. Три, два, раз, мотор. Три, два, раз, мотор. Три, два, раз, мотор. Хайв, зонтик, квадрат. Хайв. Справа зарядка. Хайв, лево, ближние. Ближние, оба ближние. Пострелитесь. справа зарядка куда ближнюю от центр зарядка дальние просто Продолжение следует... Лево-ближний... Прича... Лево-ближний... Право-дальний... Право-ближний... Продолжение следует... Ну да, вот я говорю, с аркедой как-то неудобно... Продолжение следует... Дамедж... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...